Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 987. События дня. Экклесиаста 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. И объявление, не читая, сами прочитайте. Можно затормозить, прочитать дальше. Я быстро прокручиваю. Сергей пишет, у вас выставляются в числе прочих ролики под сквозным наименованием. Занятия по исследованию Святой Библии. Режет глаз скоряво исследованию. Выправляйте. Должно быть О. Исследованию. Вместо И. Отвечаю. Букву О ввели не так давно. Во всех творениях святых отцов, канонах, житиях святых в Святой Библии стоит только И. За этими новинками пусть молодежь гоняется. По смыслу должно быть и следы. Даже в современном поисковике Тимофея Ха читаем сегодня. Дальше выписываем местоописание, которое прямо подтверждает слова, которые я сказал. А по-другому-то как. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник к его и исследует его. Я не знаю, как доказать, что это так. Надо посмотреть в Библию. Притча 25.2. Слава Божия. Облекать тайное дело. А слава царей. Исследовать дело. 1 Петра 1.12. Исследовая, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он провозвещал Христовы страдания и последующую за Ними славу. Доказательство-то можно сказать, что по-грамотному сегодня надо писать. О, я никогда, тем более, столько насчитывал, столько лет, и гляжу, и в Библии все так и написано. Вот. Исследовая. 2 Коринетям 13.5. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследываете? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не тоже, чем должны быть? Потому что, обращаясь к делам его, премудрец Соломона 13.7. Исследуют и убеждаются они зрением, что все, видимо, и прекрасно. Премудрец Соломона 13.9. Ведь если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать современный мир, то почему они тотчас не обрели Господа его? Благодарю. Мир всем! Христос посреди нас. Дорогой Игнатий Тихонович и всех братьев и сестер во Христе поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Благодать и мир Христов да пребудется всеми вами. На праздник преображения Господня были с сестрой Ниной Николаевной у отца Кирилла на Берсеневке. Там тоже приезжали гости из Молдавии. Посылаю вам свое небольшое видео, отснятое в храме с благословения отца Кирилла. Конечно, получилось не все то, что я хотела, а что хотела, не хватило памяти на флешке. Только я не знаю, будет ли полезным все выставлять в интернет, Игнатий Тихонович. Решайте сами. Вот я решаю. И вскрыть не могу? Не могу, никак не вскрывается. Ни один ролик не вскрылся. Есть еще видео, отснятое, когда ездила на дачу к подруге и дорогой познакомились с попутчиком Геннадием. Много рассказывала ему о вас, ваших общинах, о своей поездке к вам. Но запись тоже внезапно остановилась. Еще плохо разбираюсь в этом, но хоть что-то есть. Игнать Тихонович, простите ради Христа, когда прослушивала свою видеозапись, заметила две грубые ошибки. Вам прибавило 10 лет жизни, а от сна отняла полчаса. Я разговаривал очень быстро, торопилась, так как знала, что для записи мало времени памяти. Это видно даже потому, что я и окончание иногда проглатывала. Пока, конечно, я оператор плохой, буду учиться на своих ошибках. Но мне понравилось вести запись, потому что можно потом вернуться и проследить за собой, где и что я сделал не так, над чем надо работать, а точнее над собой. Записи на дачу. Игнать Тихонович, тоже решите сами, нужно ли их выставлять в интернет или нет. Да вот посылаю несколько фото, у меня много было работы, уставала, не все ваши ролики смотрела. Да, враг мой, сатана, трудится то через одну сестру, то через наших прихожан пускают сплетни, клеветы и хочет с моими близкими меня поссорить. То мне про них, то им про меня клевещет и лжет. Скорбь моя прошла, но грусть осталась. Так вижу, как вражина старается, начинаю понимать и ваши весы, и что такое любвицы на себе. Дорогой Игнать Тихонович, очень многое хотелось бы вам рассказать, но боюсь, что потом пожалею об этом. Пока воздержусь, время покажет, да и как вылазят сначала рога, а потом копыта. Я тоже вижу. Слава Богу за все. Я тут недавно вспомнил, как лет, может, семь тому назад. Точно не могу сказать, но не это главное. А был у меня один случай, когда мне Господь показал сатану через одну женщину. Подробности опуская, суть в том, что на меня тогда смотрел сатана через глаза этой женщины. Это был взгляд полной холодности, лютой и черной ненависти, готовый меня уничтожить. Отчего у меня прошел холодок по спине, и как будто волосы встали дыбом на коже. Появилось неприятное чувство угрозы. Я сразу начала усиленно молиться. Такой взгляд невозможно забыть. И был он у меня за всю мою жизнь за один только раз, но все помню, как будто было вчера. Очень яркое и необычное видение с простой женщиной, и по внешнему виду с нами, ничем не отличающиеся от других. Она поздоровалась, просто разговаривала, и никто, кроме меня, ничего и не видел в то время, что я увидела на мгновение. Теперь я начинаю кое-что понимать. Да спасет всех Христос, ведь мы призваны спастись. Шлю поклон всем, кто с вами и не против вас. Прошу взаимных молитвам, не грешные, грешные голубя, голубя Льва Екатерина. Ну вот, так, ну и события какие были вчера. События какие, каждая работа где поставлена. Виталий с Сергеем кололи дрова, вот что у нас было показано. Три большие поленья свищурок, все раскололи. А я один на тележке возил, складывал и возил. А Володя там занимался рыбой, огородом тоже. Хоть один у нас был по делу там, а мы тут такое временное. До самого вечера я два раза на рыбалку ездил, проверял мордушки. Ну и показать наши ресурсы. Вот. Мой мир любимый. Вот сюда можно писать, хорошо здесь сообщаться, все сообщаю. Когда спрашивают, особенно о книгах, там надо ответить. Куда, чего. Ну а это наш форум. 1600 тем. Канал. Видеоканал очень большой. 12 350 больше роликов. Вот сегодня поставил. Поставил только за 30 минут 43. Собака лучший друг в животном мире. Вот так. Ну, во свете Библии, православный библейский сайт. Вчера письма получил искорченный. Очень интересный. Да, могу даже прочитать. Сейчас отойду. Я не знаю, можно или нету видеть. Нет, свет сейчас включу. Вот так, наверное, больше, лучше будет. Покажу. А потом просчитаю. Вчера. Вот так. Что? Спасибо. туманная наверно тут хотел показать вот и прочитать аппарат уполномоченного по правам человека в алтайском крае сейчас еще возьму решительное стекло чтобы не пропустить ничего 656068 город барнаул улица партизанская 69 телефон факс тридцать шесть шесть ноль четыре ноль 20 августа восемнадцатого года но тысяча восемьсот тридцать один так дальше друг друга это другая сыра пятьсот сорок один и другая восемнадцать п лапкина гнать тихонович и улица мария лапкина и 8 или поселок потеряйка мамовский район уважаемый гнати тихонович по просьбе полномоченного по правам человека в алтайском крае бориса владимир ларина ваше обращение было рассмотрено главой корченского сельсовета мамонтовского района людмилой алексеевной трушаковой для сведений направляется ответ о результатах от 13 августа восемнадцатого года сообщаю что уполномоченный по вопросу которые поднимаются в вашем обращении дополнительно обратился в администрацию мамонтовского района информация о результатах будет направлена должностными лицами указано учреждения вам и уполномоченному приложение в одном экземпляре на одном листе консультант аппарата уполномоченного по правам человека в алтайском крае швайцер вот так но дальше бумага администрация корченского сельсовета мамовского района алтайского края комсомольская улица 22 село корчено мамовский район алтайский край 658 551 телефон 385 83 это в скобках 29 337 факс 385 83 в скобках и 29 343 кор админ 22 собачка рамблер ру ну и дальше тут большими цифрами написано 13 августа 2018 года номер 127 на номер 1709 541 это через черточку косую и еще 18 от 3 августа 18 года на представление прокуратуры мамовского района алтайского края уполномоченному по правам человека в алтайском крае б в ларину а тут печать эту полномоченный по правам человека в алтайском крае уходящие то все такое края от 6 6 2018 номер 02 тире 44 тире 2018 об устранении нарушений федерального законодательства сообщаем следующее на проверенной прокуратуры аэрона территории прилегающие границам поселка потеряевка корченского сельсовета нет земельного участка находящегося в муниципальной собственности в скобках данный земельный участок находится вне границ населенного пункта поселка потеряевка скобках правила землепользования и застройки части территории муниципального образования корченский сельсовет мамовского района алтайского края в границах сел корчен и ермачиха потеряевка территория не обладает признаками земельного участка не обладает признаками земельного участка и относится к землям сельскохозяйственного назначения соответственно администрация корченского сельсовета в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года номер 131 тире фсд об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации не имеет полномочия по управлению распоряжения данными земельными ресурсами полномочия по градостроительной деятельности в соответствии с вышеуказанным законом осуществляется на данной территории администрации мамовского района обращаем ваше внимание на невозможность исполнения требований по сносу незаконных построек так как в соответствии со статьей 222 ГКРФ органы местного самоуправления городского округа в скобках муниципального района в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории вправе принять решение о сносе самовольной постройки в случае создания в случае или возведения на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в скобках за исключением зоны охраны объектов культурного наследия в скобках памятников истории культуры народов Российской Федерации или на территорию общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения то есть полномочия по сносу самовольных построек у администрации Корченского сельсовета отсутствуют глава сельского совета, подпись стоит Л.А. Трушакова вот все я до конца этого еще все не понимаю кто, чего, за кого и как ну вот события, для нас это события и прокуратура края прислала письмо и там что я писал они отвечают всем, что прокуратура и края проверено проверено, ни один не приезжал уже раз в восемь, наверное, они так отвечают проверено, ну можно было приехать, хотя бы один-то раз-то ну не самого высокого чина, но прокурор края там мог приехать, прокатиться дело-то необычное ведь речь идет не просто ну пункт такой есть, что самовольная застройка, это и понятно кто где строится речь идет о том, что здесь земли заглонись и однако построена на навозной куче бросовая не только бросовая, даже туда скотина зайти не может и стоят-то холупки какие-то и сколько там детей, тысячи детей отдохнули взрослых покушаются-то на что? на память что этими строениями показали без помощи государства можно жить интересно и красиво ограбленное государство-то полностью я стал говорить, а это пенсионная система, возраст ну люди-то все накапливают, ну где-то этот пузырь-то лопнет все равно ну не может так бесконечно быть разницы между богатыми и бедными, ни в одном государстве такого нету за чертой бедности-то сколько находится а мы показываем, и здесь можно жить мы сами огороды всех сажаем, собираем что-то, ягоды ну 45 лет с чужими детьми заниматься и нет, они вообще во внимание не берут под пункт была бы статья, а человек найдется ну речь-то идет не об этом же нигде это не написано, что если я с детьми занимался, и надо это уничтожить ну это лютому врагу не придет в голову может под статью подогнать прокуратура и край проверены, не проверяли ни разу это восемь раз солгали как проверяли-то? по бумажкам прокурорским, которые намерены снести раньше был прокурор, я этого не знаю, ни разу не был на приеме генерал-лейтенант Поросткун Юрий Федорович а тут у нас село, это поселок строим и из Корчино 16 километров прям тут же, по Теряевке, ну прям рядом вот где лагерь, ну метра 50-100 может быть даже 100 нету и телята были здесь у них, и овечки но это невозможно ходили они по сухе пьяные матерятся, через деревню все ходят саман делаем, они коровы ходят, их за 16 километров а здесь держат из прокуратуры краевой приезжали комиссии ни один, ни два с земельным комитетом и на 6 километров отодвинули эти рубежи все вот действительно проверка была приедут на месте, поговорят, поедут в Корчино ни разу и все отписки что ненависть я другим словом не могу найти ну нормально то, если работаете за это получаете зачем же обманывать-то, проверили как проверить-то, когда никто не был как, по воздуху спросили недругов это не проверка, а отмазка и прокуратура не права здесь абсолютно в 16-м году когда тут Роспотребнадзор лютовал у нас закрыть, убрать, оштрафовать там чуть не до ареста дело дошло ходил человек, который узнавали чьи дети по адресам, чтобы дарил лжепоказания что детям плохо там такие мерзости говорили но никто не пошел на это тогда они другим путем решили как будто в карты проиграли повесили, что человек сказал я говорю, как будто ну давай на что а, ставлю тогда это ну есть такой фильм когда, говорит, вычерпают всю Россию вот так окаянное лето там или что-то окаянные годы вот так и проиграл человек и тогда он делает то, что есть обязан сделать проиграл у него ничего нет а это ставка была ставка потеряевка земли, которые отведены по сельскому угодию все отняли восстановление принято на краевом уровне краевым советом за подписью губернатора Сурикова Александра Александровича восстановить потеряевку восстановление они 20 домов 20 домов построили и сразу никого не вызвали нас не предупредили землю обрезали следующий строится а теперь мы сломаем прям в деревне угроза все снести ну явно что безумие полное 21 тысяча селений в прах превращенное в Россию 10 тысяч дышат наладом то есть это в интернете я уже узнал 10 тысяч сел в которых 1, 2, 3 человека остались только и не понимают ничего люди-то бегут мозги утекают то есть знания за рубеж и ничего как будто никто не видит ничего но мы-то являлись каким бы примером с нуля начали поселения и какое не пить, не курить сами школу строим храм все сами сами даже трансформаторную привезли трансформатор из Киргизии брат привез ну хоть что-то маленькое можно глянуть проверяли никто не проверял но перед Богом это все делается я могу только словами златоустства сказать чем больше несправедливости там яснее что будет суд Божий Бог справедлив несправедливости быть не может а раз она есть значит она разрешится в другом месте то есть после всеобщего воскресения на суде Божьем и вот так на этом все сегодня Богу слава яснее